Демографическая ситуация в нашем городе год от года улучшается, растет рождаемость, а вместе с ней и очередь в детские сады. Сегодня в ожидании путевки в детский сад томятся 2488 унышей, и это с учетом апрельского распределения. В этом году, рассказывает начальник управления образованием Елена Пентегова, дошкольная сеть пополнится 661 воспитанником. Это меньше, чем в прошлом году, но в эту цифру не входят дети, которые получили путевки во вновь открывающиеся детские сады Южной части. А это еще порядка 200 человек. В категории детей 265 мест было предоставлено детям с 3 до 4 лет, из них 173 по северной части и 92 по южной части. 300 мест было предоставлено для детей с 2 до 3 лет, 220 на севере и 80 на юге. С 1,5 до 2 лет у нас предоставлено всего 96 мест. Это 80 мест по северу и всего 16 мест по югу, по южной части. В первую очередь путевки в детские сады получили те дети, чьи родители работают в госструктурах и федеральных учреждениях, а также малыши из многодетных семей, опекаемые и дети-сироты, то есть льготная категория. Преимущество, конечно, по указу президента согласно первоочередное устройство идет детей с 3 до 7 лет. То есть по южной части в этом году такую очередность мы закрываем, то есть полностью 11 год мы комплектовали в этот раз. Остались дети только 12 года рождения. По северной части еще такого мы не смогли, не смогли закрыть очередность, но при открытии нового зеленоборского детского сада эта проблема тоже решится. Прошедшее комплектование существующей сети дошкольных учреждений оставило в списке ожидания еще более 1400 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Но их родителям не стоит отчаиваться. В этом году ближе к осени в микрорайоне Зеленый Бор будет сдан в эксплуатацию новый дошкольный комбинат на 270 мест. В это же время будет проходить так называемое уплотнение. И таким образом путевки в детский сад могут получить еще более 300 человек. Это, конечно, те дети 2011 года рождения, которые у нас не попали в период комплектования в северной части. У нас порядка 130 таких детей. Мы их планируем как раз при открытии детского сада в Зеленом Бору всех устроить. То есть они все пойдут, все будут устроены в детские сады. Ну и это, конечно, категория от 1,5 до 2 лет. Это тоже недостаток ясельных мест, он у нас ощущается на сегодняшний день. Самый же распространенный вопрос от родителей, не получивших путевку в детский сад для своего ребенка, касается непосредственно механизма комплектования. Мама и папа хотят знать, почему очередь в управлении образованием не совпадает с электронной очередностью на сайте госуслуг. Номер очередности, который мы предоставляем, это номер очереди, которым присвоили, когда они вставали на очередь. То есть как они вставали по порядку и присвоили номер порядковый, они с ним уходят. И этот номер уменьшается, то есть пересчитывается ежегодно в августе месяце после основного комплектования. Как бы уменьшается вот на сколько ушло из очереди детей, сколько кому предоставлено. Электронный номер, его считает электронная система, и он присваивается детям в своей возрастной категории. А еще родители интересуются, почему дети младшего возраста есть в списке на получение путевки, в то время как ребенок постарше не попадает в детский сад. Места предоставляются на все возрастные категории. С трех до четырех, с двух до трех и с полутора до двух. То есть эти возрастные категории также закреплены, и места предоставляются на них на всех. То есть и соответственно детки, которые рождены с сентября по декабрь, у них возрастная категория считается с полутора до двух. Двенадцатый год я имею ввиду. То есть родители удивляются, что они родились в сентябре, им место не предоставлено, очередь не дошла, а дети, рожденные с октября, уже пошли месяц разницы, им место предоставлено. Потому что не во всех детских садах есть условия для детей с полутора, и в некоторых только с трех лет, если и нет. Апрельское комплектование детских садов в Полевском прошло согласно постановлению главы Полевского городского округа с учетом всех нормативных актов, которое в свою очередь было создано на основе указа президента Российской Федерации. Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok